Ваши отношения к её работе? А вот лучше не будет. Её мир на свете. У неё совершенно другой подход. И у нас были очень неприятные вещи. С её стороны не с моей. Я просто не смогла просить одну вещь. И не хочу говорить. Пожалуйста. Чего-нибудь ещё кто-нибудь хочет? Я хочу сказать. А я прочла книгу. Боже. Должна сказать, что автор книги. Повернусь к лицу. Автор книги. А вы даже можете представиться. Да, правда. На всякий случай. Добро сказать. Совершенно никто. Я Ольга Гландовна. Пожалуйста. И старая знакомая. Ему Викторовну. Мне очень приятно, что я слушаю её здесь. Но я прочла книгу. И для меня самое главное и поучительное здесь. Вот особенно сейчас, сегодня. Когда у нас из новостей. Значит, дрессированные медведи Портье. На первом месте. Нет новостей в стране. Да. И как будто нет жизни. И мы опять не чуем. Да? Под собой страну. И очень пригодится вот этот опыт. Я не знаю. Только я очень боюсь, что это может быть даётся от рождения. Это свойство. Просто чувство собственного достоинства и смелость рассуждать. Не просто вопреки чему-то. А иметь вот этот здравый какой-то ум, рассудок. И понимать, что так не бывает. Это надо представить себе маленькая девочка. Там 15, 16, 17 лет. Которая смеет разговаривать с немцами. Это должно быть у неё в крови, что с ними разговаривать вообще нельзя. Что сомневаться в марксизме, ленинизме и в словах. Я не знаю, этих, как они там называли, секретарей комсомола нельзя. Но элементарное чувство собственного достоинства заставляет этому сопротивляться. Это прирождённо. Это прирождённо просто. Но всё-таки лучше что-то делать, чтобы быть порядочными людьми. Правда? Оставаться. Но не все пишут книги и мемуары. Но порядочными людьми. Вот есть рецепт того, как оставаться порядочным человеком. Не говоря о том, что чудесные все люди. И гордость, собственно говоря, Ленинграда и Петербурга. Те многие, о которых Ирма Викторовна пишет, как Эдкин, конечно. И как Кирилла, я не упомянула. И Кирилла Костенского. Кирилла Костенского, о котором пишется. И чудесный Канецкий. И это всё горлость наша. Так что спасибо большое. Её публикации в «Звезде» это просто такое удовольствие было, когда читали главы. Главы были, да. Но не из этой главы, а из Марини. Нет. А Марине. А вот эти. Были воспоминания. А вы были оттуда. В «Звезде» где-то в другом месте. В «Звезде», да? А у меня ещё вопрос, чисто технический. Вот в советское время, когда вы начали уже заниматься Цветаевой, в архивы вам не было доступа никакого? Нет, в архиве Цветаевой вообще до начала 2000 года. Нет, это я понимаю. Я имею в виду архивы, в которых могли быть какие-то упоминания, сведения. Нет, я с величайшими, нашу архиву, ведь правильно назвала Виктория Швейцарь, ещё один биограф Цветаевой, могильники. Да, да. Они берут для того, чтобы закрыть и никого туда не пускать. Ну, я брала отношения от журнала «Звезда», что это работает над научной книгой. Они пускали. И какие-то крохи, но там же крохи, это закрыто. Это лично отдано кому-то. Ой, это у нас на переучёте. У них на переучёте всегда оказывалось то, что им не нужно. Вот сейчас. Ну, конечно, свои прибыли. Вот мы отдано на пересёлки. Это не можем. И, конечно, всё спецхранное. Нужно были библиотеки. У нас же есть спецхрана. Я не знала, что есть в спецхране ещё спецхраннее отделение. Потому что вот мне под спецхранным бумажки говорю, значит, вот, ну, я не знаю, ну, предположим, грубо говоря, Троцкий, литература и революция. Нет, у нас такой книги. Я сижу, смотрю, читаю именно эту книгу. У него особый допуск. Да, 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 да. Это, конечно, оно, что тут говорить. Что тут говорить. Те, кто вот молоденькие. А вот скажите, пожалуйста, Ирма Юрьевна, вот когда Ловская берёт, значит, ну, такие путанные воспоминания подруг по гимнадии. Чудовищно, да. Да, и это вот представление, ну, то есть, запутывает нас, это ужас. И ещё ссылаясь на Ариадну, бесконечно, но это же безобразие. Это безобразие есть. Значит, есть некоторые авторы, которые, моя бы воля, я бы, конечно, совершенно по-советски, изъяла бы, из продаж, из библиотеки. Изъяла бы. Потому что вот когда человек собирает сплетни, а вы же помните, а вы же, а вы же, а, да, надо говорить, кто вспоминает, кто вспоминает. И я встречала же очень много с людьми, многие говорили о Цветляевой не чересчур, хорошо. Но я это говорила так, как-то, кажется, не очень прилично. Я говорю, что в основном те люди, которые делают вещество, они были очень близки, они, я не понимала, они были совсем другие. Они были вот-вот отсюда, поэтому они могли рассказать что-нибудь такое. Вот грязные руки, на кухне не прибрано, ещё что-нибудь. Потом я уже заметила другую эту историю, что, например, если ты говоришь с человеком, соседским, например, человеком, который любит очень хорошего человека, он говорит, ну, вы же любите выпить. Поэтому первое, что он говорит, ой, она когда выпивала, она так была нехороша. Это первое, что он может сказать. Она пила редко, на редкость мало, и мне это даже не нравится. Странно мне это, что она мало пила, художник, пишущий человек. Но вот такой человек сразу об этом. Другой человек сразу скажет, ой, ну она же какой-нибудь такой, Дон Джоан хороший. Каждому мешалась на шее. И Лоская всё, и ошмётки все эти собирала, не давая характеристики того, откуда она это получила. И поэтому её книжка «Цветаева в жизни», я её смотреть не могу. Людочка, вы терпимее относитесь, да? Она даже и переиздана, и увеличена вот сейчас. Я первая, когда вариант прочла, вот она у меня дома стоит, это голубое безобразие. Сожгите её поскорее, вам выйти при их доме. Да, публика же это любит. Публика у нас такое любит, что не знаю, что же с ней делать. Кто-нибудь смотрел это? Вот, вы знаете, к 120-летию «Цветаева в литературке» было замечательное. Вот замечание замечательное. Самый непрочитанный поэт, Марина Ивановна. Имеется, вы, конечно, массовый такой читатель. Вот российский читатель. Ну, правильно, всё равно непрочитанный, потому что трудный поэт. Ты не дорос. Трудный поэт, конечно. Она очень трудный поэт, хотя преувеличенная трудность. Если тот, кто хочет, тот знает просто, что «Зрелую цветаеву» с первого раза. Конечно, нет. А живопись начала века что, сразу, понимаете? И театр начала века сразу? Все искусства в начале 20-го века, почти все искусства, меняют свой язык. Конечно, Анна Андреевна осталась в своем стиле, в стиле классическом. А Цветаева и Пастерна, они бы создавали новые стихотворные формы. Это не только формы, это, конечно, и содержание совсем другое. Вот я бы хотела, чтобы у нас тут... Вот единственный человек, который занимается, по-настоящему занимался, я не знаю, чем сейчас вы занимаетесь. Вас там всех сократили в университете, нет? Это у нас профессор университета, у нас сейчас специалист по языку поэзии Цветаева, Элина Милозова у вас. Вас там не сократили всех еще, нет? Мне сказали, что сокращают. Нет, нет. Не до такой сети. Собирались. Ну, там свои истории с кем-то провокации. Понятно, понятно, понятно. Ну, короче говоря, очень непросто, конечно, всегда отделять. Чего отделяют, как это выражение? Зерна отблевают, спасибо. Муха котлет. Муха котлет. Теперь муха котлет. А тут уже можно какое-то свое чувство. Ну, по-моему, я вас заговорила. Чего-нибудь, кто-нибудь хочет еще спросить, сказать ничего? Все. Спасибо. Вот нужно такой вопрос. А вот сейчас много говорят о том, что возвращается из советского. Вы пока не пишете книги, как вы избавлялись от советского. А сейчас очень много печати. Даже социологи об этом говорят. Что-то ностальгия, возвращение в советское время, новость. Как вы это считаете? Мне хочется сказать бытовым образом. Не дождетесь. Ну, невозможно. Ну, джинна когда-нибудь удавалось в бутылку запихать обратно? Кажется, нет. А все-таки джинн какой-то выскочил. В 89-м, скажем, году, не в 85-м. Я не сразу тоже поверила в Горбачева. Но когда я получила письмо, на конверте написано, обратный адрес, Копенгаген, Мария Тецлов. Мне ничего не говорит о Тайне. Открываю. Это 89-й как раз был, кажется. Ирма Викторовна, мы с вами познакомились в московской библиотеке. Я думаю, что вы меня должны вспомнить. Я ведь как раз занимаюсь Цветаевой. Мне бы очень хотелось, чтобы вы приехали в Копенгаген, и мы бы с вами обсудили целый ряд научных проблем. Цветаева ведь это для всего первое. Как много значит? Не знаю, никакой Мария Тецлов, ни с кем не помню, чтобы я встречалась в библиотеке. Но смотрю в Копенгаген. Именно в Копенгаген поехал тот мальчик, арестованный вместе с Револьтом, после того, как он отсидел свои 6 лет, потом еще 4 года, и пришел ко мне проститься перед тем, как его Amnesty International предложила приют в Копенгагене. Это же Копенгаген, значит, это Буря Вайль, значит, тот самый, которому мы паролем должны были обмениваться, понимаете, или по замыслу Револьту Пименова. Это он придумал, он нашел словистку, по самом деле, она выдала себе за... Я это не сразу, но через неделю до меня дошло. И мне дали визу. И я поехала в Копенгаген. Так, знаете что, вот, ну, не верю, настолько не хочу верить, что не верю. Не столкают джина. В периоды будет туда-сюда. Молодой человек имеет в виду, наверное, подростков там, от 16 до 20, которые... Вот это вот единомыслие вдалбливается сейчас, ребята. Вы понимаете, это страшно. Пока они разберутся, пока они выйдут. Мне казалось, что все-таки они рождаются в таком свободном мире, чересчур даже свободном. Они заставляют надевать эти футболки с надписью партийной, и они вот как бы же ладонь идут, молодые, какой-то там они отросток, какой-то у них единая Россия, это страшно. Это неплохо, что я могу сказать. Рассказывают единая Россия, и все, конечно. Сейчас у нас диктатура. Пускай мои издатели расскажут о своем сыне, который не поддается этому всему. Не поддается? Ну, в какой личности ты сказал, что он сказал. Ну, да, ну, да. Не слышу, Сереж. Не расслышно было. Что ты не приличное сказал про козы. Еще раз повтори. Мы не вылетим. Очень ругательное слово. Не расслышали, я ничего. Нет, дети бывают разные. То есть, Ходорковский сидит точно так же, как сидели в ваше время, где сидел. Конечно. Вот это говорит замечательный человек, Леночка, мой редактор. Но это потому, что она меня чем-то на 40 лет младше. А может, больше, чем на 40 лет. Потому что она не видела того мира. Ходорковский сидит. Сидит. Еще будут сидеть многие хорошие люди. Не так, чтобы мы тогда сидели. Ну, короче говоря, на другой чаше весов ГУЛАГ. Тысячи. Каких, что? Ходорковский один-единственный. Сейчас много сажают уже, начинают. Новый ГУЛАГ начинается, Ирна. Вы меня не сагитируете. Не сагитируете. Не может быть возврата. У каждого поколения своя морога. В конце у вас какая-то... У каждого своя морога. У каждого свой морог. Ну, так вот, в частности, ты описала, я думаю, может, кого-то это научит? Научит, научит. Смотрите вы по сторонам-то, вглядывайтесь не только в то, что видно на первый взгляд, а что на второй, на третий, на десятый. Путина не научит. Нет, его не научит. Зачем портить продукт? Такой заходит. Зачем портить продукт? Его не надо портить. Пускай он же такой останется. Здоровье. Хорошо, он в другом месте остался, но с ним уже ничего. Нет, не об этом речь. Не об этом речь. Конечно, тяжело. Я вспомнила, к сожалению. Этот пивоваров, статью которого я получила, не хочется говорить. Знаете, есть такой замечательный историк Сергей, по-моему, пивоваров. Великолепный совершенно. Юрий. А? Юрий. Юрий Пивоваров. Так эта статья о том, что в России всегда будет плохо. Это сейчас разослали по интернету. Есть такие доброходы, которые рассылают, размножают интересные статьи. Сегодня я утром прочла. Да, он мрачно смотрит на это. Он говорит, что в этой стране не Путин. Ну вот, страна такая несчастная. Давайте не будем облашовывать. Маши первые мысли, когда вы начали говорить о том, что мемуары – вещь опасная. Интересно вообще, вы писали мемуары, написали. А я вспоминаю, что у Мандельштама тоже, ведь у него статья, по-моему, «Конец романа», где он писал, что вообще как бы в 20 веке нет биографии, биографический нератик, который выпадает, поэтому как жанр романов. То есть для вас все-таки мемуарная проза назначена сейчас? Ой, Господи, я обожаю мемуарную прозу. Я думаю, что все сейчас любят мемуарную прозу. Но это не мешает ей быть опасной. Ну, во-первых, я могу сказать по своему опыту. То, что я пишу, я ручаюсь, что это правда. Но я вам не скажу, чего я не упомянула. Что я не сказала, я вот говорю что-то, но о близких людях, а не очень близких. Я же не говорю всего. Я не знаю, даже есть ли мемуары, которые говорят все, аж прямо вот так все. Я не знаю. У всех свои ограничения. И это даже правильно. Даже правильно. Не надо взорваться в какие-то... Я думаю, что тут многие смотрели эту знаменитую передачу мою, да? Да. Школа злословия. Школа злословия, да? Вот, конечно, если будут подходить так, как эти дамочки, то можно говорить, все ли нужно тащить в мемуары. Да с таким еще уклончиком. Я так жалела, что тогда, в тот момент, я не знала наизусть этой цитаты из статьи Цветаевой о критике, где она как раз говорит об этих, что и среди читателей есть черни, которым нужно знать, кто с кем, как, и, значит, вот что пил и с кем спал. Это они даже знают. А вот если спросить такого очень любознательного читателя, ну, какого поэта вы все-таки любите? Ну, скажи, Пушкин. А у Пушкина что? Ну, Евгения Леев. Ну, а... Хорошо. Ну, а Кузнеевики, ну, Кольцик Тарин, ну, билет парус одинок. Кто написал, Птичка Божия, не знает, не заботы, не труда. Попробуйте в любой аудитории спросить, кто вам ответит. Ну, и так далее, да. Так что... Ну, что, будем отдыхать. А как вы к Найману относитесь? К Анатолию? Плохо. Ну, понятно. К Найману, да. Ну, плохо. Я не люблю, когда человек себя очень, очень, очень высоко несет, и поэтому можешь говорить про друг друга. Ну, не только это. Он кое за что и пощечины получал. Понятно, да? Да. Ну, это пишет Давлатов, который перевирает. Нет, это уже не Давлатов. Я на Ярмской имею в виду, на Храмовской. А с Давлатовом у меня история, которую я тут рассказываю. Значит, Давлатов... Я работаю в журнале, когда Давлатов никак не может пристроить свои рассказики. Ну, никуда. Ну, никто не берет вообще. В костер наш пошел, тоже не берет. Дали мне почитать. Мне понравились рассказы. Он так обрадовался. Больше ему никто не говорил, что это хорошо. Из-за редакторов, конечно, не из друзей. Я ему сказал, Сережа, не радуйтесь. Чем больше мне нравятся ваши рассказы, тем, значит, меньше они понравятся моему главному редактору. Он думает, мы об этом пишем. Он этот мерзавец на это записал. Он этот писал. И потом передал по радио «Голос Америки», когда я еще работала в «Звезде». Вот так. Вот. Я говорю, вся надежда была на то, что мой главный редактор не слушает «Убиси». «Голос Америки». Вот. Ну, всех историй я не переберу, остальные вы найдете в книжке. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. А вот сейчас. Что вы такие?